Привет! Тема сегодняшнего нашего эфира — это семейный блог, и я знаю, что многие хотят начать его вести, но часто муж, например, чаще всего не поддерживает, не хочет появляться в сторис, а как бы семейный блог без поддержки мужа не получится, или там родители нельзя снимать. В общем, много разных ограничений в плане съёмки близких. И вот сегодняшний мой гость, Аня Орловская, расскажет, как ей удалось эти ограничения переступить, как сделать так, чтобы вся семья участвовала в блоге. Сейчас вот уже присоединяю... Так. Аня? Да, сейчас, секунду. Так, хочу выбрать какой-то фильтр. Я тут как раз рассказываю, что... Ой, я себя слышу у тебя. А я нормально тебя слышу. А, ну, сейчас я ещё попробую. О, вроде нормально стало. Отлично. Я вот, ну, удивляюсь, как тебе удаётся привлекать всю семью к своему блогу. Это так, ну, как, легко, непосредственно, непринуждённо, вот. И из-за этого очень живо. Интересно за вами наблюдать. И вот, ну, это как реальный быт, реальная картинка. Не вылезанная, ну, как, вылезанная лента, но в плане, вот, всё очень естественно. И этим наверняка ты привлекаешь своей искренностью, вот, такой лёгкой подачи информации. И вот, ну, расскажи, как ты вообще начала вести блог. Ну, и дальше поговорим, вот, как сразу поддержали близкие и тоже начали участвовать. Или всё-таки тебе нужно было там сначала, знаешь, доказать, что это реально хорошее занятие, а не просто там убиваешь время, как часто думают. Ну, в общем, начну с того, что представлюсь. Меня зовут Аня, подписанная в Инстаграме. Мисс Орловска так зарегистрировалась изначально, ещё в 2013, по-моему, году. Зарегистрировала меня моя младшая сестра, потому что у неё в лицее уже все были с айфонами, младшие дети. У меня тогда был телефон у одной, мой айфон в семье, у всех были какие-то там другие телефоны. Я как раз вернулась из Штатов и купила себе этот телефон, о котором так мечтала. И вот она говорит, можно я зарегистрируюсь через твой телефон в Инстаграме, потому что там все мои одноклассники уже там тусуются. Я говорю, ну, хорошо. И самая первая фотография в моём блоге, уже блоге, это сестра и её подружка. В общем, потом посмотрела так что-то интересное. Вообще сначала тоже не понимала приколов, зачем постить какие-то фоточки. Потом мы поехали с ней в Париж, и я как по накатанной, как было в ВКонтакте, запилила сразу штук 20 подряд фоточек. Альбом целый. Да, так сразу типа хоп, и у меня лента готова. Ну, и в принципе, как-то потом, спустя время, я подписалась на пару русских блогеров. И мне очень нравились фотографии именно детей. Вот была одна блогер, она снимала спящего ребёнка своего, очень красиво, в разных каких-то сюжетных линиях. Я ещё тогда не была мамой, даже не была замужем. И вот мне прям именно эти блоги нравились больше всего. И раскладочки, и красивые места. Так мне как-то... Пришлось родить детей. Нет. Я помню, вот мне нравилось на стену даже ВКонтакте выкладывать красиво что-то. Там типа песня и какая-то картинка. И в какой-то момент я подумала, что, ну, а чего мне использовать чужие картинки? Я, в принципе, могу сама попробовать тоже делать красивые. Там знаю, где купить пионы, где красивые продаются круассаны. И так потихонечку начала там что-то дома сама делать. Ну, и моя вся семья как-то типа, ну, странное такое увлечение. Стоит на стуле, что-то фоткает. Ну, никто ничего не говорил. Там окей, на 105-е полотенце для фотографий куплено, красивое кухонное. Потом я поняла, что надо, наверное, как-то, может, какие-то рецептики добавлять. Ну, чтобы не только картинка была. И в итоге вот это всё у меня вот как-то, говоришь, естественно, оно так естественно и родилось. И поэтому семья приняла это как-то постепенно. Потому что не было такого, что в какой-то момент я взяла в руки телефон и решила всех снимать в сторис там или фотографировать. Ну, и говорить, что я там блогер. Я постепенно там что-то фоткала. Они сначала с этого подсмеивались. Потом мы там куда-то выходили. Говорю, сфоткайте меня там как-то красиво, там специально. Я говорю, давайте съездим в мелбар, так хочу красивую фоточку. Все торты едут туда есть, а я фоточку делать. И вся семья как бы типа стоит, ждёт место у окна. Потому что, ну, как бы я туда ехала конкретно с целью. И вот постепенно-постепенно уже были такие у меня какие-то задатки. И аудитория, вот мой костяк, я считаю, набралась именно тогда на раскладках каких-то там рецептов. Какой год это был? Когда это когда? Ну, это был 2014-2015. Вот. Где-то уже было около трёх-четырёх тысяч, но это были все реальные люди. То есть это которые... Ну, тогда ещё сторис не было. Я ещё застала времена, когда комментариев, по-моему, даже не было. Потом появились комментарии. Помню, как мы были в Одессе, и появилось видео. И мы сняли такое типа прикольное видео сразу прям в Инстаграм с мужем. Ну, просто попробовали. И вот все вот эти этапы, они были постепенными. И там родились дети. Ну, стежка моя. И я начала писать уже какие-то длинные посты. Потому что был период, когда я просто писала типа там на английском «Have a good breakfast» и там через рысочку «Всем хорошего завтрака». В таком духе. А потом уже начала там писать. Раз написала пост длинный. Ну, такой отличный отклик. И сразу так типа хоп, 500 человек подписалось. Думаю, ладно. Написала ещё один большой пост. Сразу ещё раз кучу там комментариев. Ещё подписки идут. Потом уже меня это как-то... Ну, я уже тогда была такая немножко инста. Потому что я уже покупала тогда какие-то специальные вещи для фоток. Я себе представляла картинку. Продумывала, как это будет в кадре. Ну, до рождения Стеши. А это всё потом ещё тема материнства была интересна людям. И то есть я могла развивать какие-то темы. И вот, наверное, именно прям вот блок-блок начался с 2016 года. До этого как бы тоже. Ну, ещё очень большая часть аудитории говорит, что пришли из-за свадьбы. Вот. Потому что у меня была красивая свадьба. Я делилась этим. И вот тоже подписались. Ну, и вот, в принципе, как семья реагировала. Помню, был период, когда мама говорила, что очень много выставляю фотографий, где мы. Ну, переживала за безопасность. Плюс там говорила, что не все там с хорошей энергетикой, взглядами. И, возможно, не надо так много выставлять, что у вас всё хорошо. Как бы вот. Ну, её вот этот только момент беспокоил. Но в этом я как бы говорю, мам, я не буду закрывать аккаунт. Мне это нравится. Я это люблю. Ну, а вот когда забеременела, мне не хотелось самой делиться. Поэтому, в принципе, вообще все мои подписчики узнали уже по факту, что я была беременна уже перед родами практически. Ну, вот, в принципе, как-то я думаю, что всё случилось органично. И поэтому у них было время к этому подготовиться и принять. Ну, и, в принципе, вся моя семья достаточно доброжелательная. Мы много общаемся с людьми, не скованы. И поэтому перед даже камерой, либо же на фотографиях они не против. Нет такого, что, типа, я плохо получается на фотографии, меня не фоткать. Там, типа, ну, все какие есть и какие есть. Вот, если это, так можно сказать, ответила на вопрос. Может, есть какие-то вводные ещё? Ну, вот, допустим, ну, я расскажу, как бы, ну, не то, что там, свою историю. Я тоже шесть лет назад начала, но, правда, с Ютьюба тогда видео снимала. И как-то, ну, естественно, тогда там все подшучивали, но при этом, допустим, ну, у нас много было видео с мужем совместных. Хотя, ну, сейчас, вот, в последнее время, я не знаю, что изменилось, например, но сейчас он не хочет показываться в кадре. То есть, может быть, вот, знаешь, у некоторых блогерская карьера, наоборот, там, когда уже, ну, хотя он видит результаты, там, и заработок, и так далее, и как бы поддерживает во всём, но некоторые, наоборот, включаются, а некоторые, может, это настолько напрягает, там, со временем, что хотят, наоборот, оставаться, вот, что это моё пространство здесь, не показывать, да, и вот, ну, как бы, снимает там всё, кроме меня, грубо говоря. А ведь вот эта вот, ну, живость и, там, шуточки какие-то всегда мужчины вставляют, и вот оно, оно всегда оживляет, вот так же, как дети, так же и мужчины. И когда смотришь такие семейные блоги, где, вот, вся семья, и кажется, что, вот, как ни включи камеру, всегда там у всех классное настроение, такие все они юморные и так далее, что это, ну, что это классно, в общем. Вот, поэтому, а, кстати, вот у тебя есть, ну, идея, вот, если муж не, ну, не то, что не поддерживает, да, а просто хочет вне камеры оставаться, есть какие-то, ну, там, методы, советы, как привлечь, чтобы всё-таки показывался. Некоторым, там, даже фотографии говорят, не выставляй со мной, а подписчики просят, давай, ну, это же так интересно. Ну, я не могу сказать, что вот есть, да, там, блогеры, у которых, может, я об этом тоже, они именно в блогерской теме, они сами или блогеры, или общаются в тусовке блогеров, у меня не так, у меня просто, как бы, не стесняются камеры, но абсолютно все члены семьи, как бы, ну, занимаются кое-чем другим, и какой совет, ну, не знаю, просто мои, у нас, в принципе, хорошие отношения в семье, и мы уважаем интересы друг друга, вот, например, папа любит делать вино, и поэтому, как бы, да, некоторые выходные пропадают на то, что папа просто уезжает и занимается вином, и мы, как бы, типа, все, Игорь тоже уезжает с ним, а мы все, как бы, типа, тусуемся, я с двумя детьми, я стою сама, мамы, там, тоже планы ломаются, но это интерес папы, как бы, окей, есть какие-то интересы у моей сестры, вот у меня интересы, это мой Инстаграм, у мужа там свои интересы, и, может быть, в какой-то степени мы доставляем дискомфорт друг другу, но из-за того, что есть вот это вот понимание, что для меня это важно, мне это интересно, мне от этого хорошо, они готовы, как бы, ну, без каких-то, там, особых упрашиваний через «не могу», это такого нет, они просто понимают, что, ну, мне это нравится, как бы, окей, и всё. Поэтому я с таким не сталкивалась, не могу, как бы, ну, возможно, как один из советов поговорить, что для тебя это важно, там, или для того человека, я хочу этим заниматься, ну, мне это нравится, возможно, давай, ну, у нас есть, например, границы, что я, в принципе, сама это понимаю, но, например, я никогда не снимаю мужа в трусах, я не снимаю его без футболки, если мы не на пляже, так же самое я не снимаю детей в трусах, либо же, там, пару раз в ванной, то там прикрываю, и то я даже стараюсь не снимать их в ванной, ну, это свои, мои какие-то, и если я вижу, что он не в настроении, если я вижу, что там, ну, мама только проснулась, и она, как бы, ну, чего я буду лезть к ней с камеры, там, плюс я сейчас очень редко снимаю своих друзей, хотя у меня много друзей, вот мы встречаемся, во-первых, так рады друг друга видеть, что забываем, а, во-вторых, ну, как бы, не каждый раз мне удобно достать и сказать, слушайте, ну, тут идёт такая беседа живая, я там, сейчас, подождите, я сториз буду снимать, ну, как бы, если это идёт, вот есть какая-то там заминка, кто-то ушёл куда-то там в туалет за ребёнком, я достала, там, поснимала, ну, такого вот, что, типа, все вокруг меня, и я одна снимаю сториз, совсем, как бы, некомфортно, я иногда могу спросить, можно я сейчас тебя поснимаю, или, там, ребята, как бы, там, кто стесняется есть на камеру, я сейчас хочу, типа, снять стол, типа, там, ну, и все, там, да, снимай, как мы едим, либо кто-то, там, типа, девчонки, там, хоп-хоп, волосы поправили, ну, какое-то вот есть, ну, считай, должна быть граница уважения к другим людям, и тогда, ну, как бы, получается, что и никто, и не против, потому что, ну, ничего такого лишнего и не снимается, вот. В принципе, здесь твой муж вот пишет, что он слушает всё. Опа! А у него просто обеденный перерыв. Удалите его! Или пусть? Да нет, пусть слушает. Сейчас будет мне это, рассказывать, как ему сложно живётся. Опровергать. А ты вот, кстати, ну, ты предупреждаешь, что, там, сейчас я буду снимать, там, семью, допустим, свою, или просто вытягиваешь камеру, и тогда вот только тогда оно будет неестественно? Нет, я предупреждаю, ну, идёт, я не так, что, типа, там, встали все в кружочек, я сейчас буду снимать. Ну, не так. А, например, там, идёт процесс, когда-то мама что-то готовит, и говорю, ой, как прикольно, я хочу заснять. Ну, там, типа, и всё. Или, там, могу сказать, что я буду снимать. А если я вижу, что ничего такого, то я снимаю. Ну, бывает так, что, там, например, идёт какое-то, там, засторие, и папа может сказать, слушай, не снимай, как мы вот это вино пьём, а то бабушка расстроится, увидит, и я могу не снимать. Ну, есть такие семейные штуки, как бы. А то подумают, что мы постоянно это вино пьём, мы, там, его действительно выпьем, один бокал за этим, а бабушка посмотрит, что мы первый ужин, второй ужин, всё вино, вино, а потом рассказывает, что мы часто пьём вино. Ну, вот есть такие какие-то моменты, поэтому уточняю, я стараюсь уточнять. Ну, иногда прям достаю и снимаю, если прям вот надо. Детей, конечно, не спрашиваю, если тут он уже прикольно что-то и делает, я начинаю, как бы, доставать камеру. А я здесь всегда предоставляю и спрашиваю. Помню, твоя мама тоже начинала, я не знаю, продолжает ли вести кулинарный блог, ну, в Инстаграм. Нет, времени. Это, ну, очень прикольно, что, ну, она такая молодёжная, и как бы оно так классно получалось, вроде как и тоже без всяких там стеснений, вот, ну, очень прикольно. И мне кажется, это по неё хорошо пошло, свою аудиторию. Ну, я в какой-то момент она такая, типа, ну, я всё равно каждый день готовлю, и так получалось, что там с подружками бывает, общаются, либо я спрашиваю, она всегда что-то готовит вкусное, ну, такое лёгкое, и часто там спрашивают, что ты там готовила так быстро, ничего себе, кто просто даже не думает, что такое лёгкое можно приготовить. Либо часто думает, что если кулинарный блог, то это должно быть что-то там, какие-то заморские продукты. И вот ей она в какой-то момент говорит, ну, я буду пробовать, если у меня будет момент, я вот включу камеру, буду готовить. И она даже там не контролирует, чтобы у неё там было там 15 сториз, к примеру, или стараться этот рецепт, ну, две сториз. Ну, она это включила, делала, ей нравилось, было весело, вот. Ну, чё-то я тоже говорю, чё-то перестала, как бы у неё хорошо смотрели, у неё где-то около 800 человек смотрело сториз, я считаю, что для её 1300 подписчиков, очень даже. Вот. Ну, не знаю, то ли перегорело, вот, кстати, надо спросить. Я вот у неё спрашивала, она это... Как-то ответила, что времени не хватает. То, что у неё есть ещё основная... А вот, возвращаясь... Возвращаясь вот к теме семейного блога, именно к контенту, какие темы ты у себя обсуждаешь, а какие, допустим, никогда бы, ну, не написала о каких? На какие темы посты я веду? Ну, в основном, это какие-то семейные темы, но всё, что для меня в границах допустимого. Ну, как бы я, в принципе, не поднимаю темы каких-то конфликтов, они, я думаю, есть в каждой семье, потому что это между собой мы решаем. Вот, и тут тоже есть такой момент, что тогда некоторые подписчики считают, что ты их якобы обманываешь, потому что ты показываешь только красивую жизнь. Но это не из-за того, что, ну, мне не хочется, например, быть полностью человеком, который отдал себя в Инстаграм и в блогерство. Всё-таки есть ещё более важные вещи, такие как там семья, отношения, и поэтому, ну, как бы я понимаю, что есть какие-то темы, которые могут повлиять на отношения, на благополучие моих близких, и я их стараюсь не афишировать, не поднимать, но при этом, как бы я же не говорю, что этого нет. Вот, конечно, там в любой семье есть какие-то разногласия, споры, конфликты, ну, как бы слёзы какие-то, расстройства, недопонимания. Ну, такие темы стараюсь просто не поднимать, не из-за того, что не хочу показывать только идеальную жизнь, а из-за того, что хочу выдержать эту грань и комфорт других участников. Ну, то есть, как бы рассказать о своих каких-то душевных болях, это одно. Поднять ещё, ну, задействовать, как бы то же самое и со сториз. Нужно предупредить человека, хочет он быть сейчас в кадре или нет. Так же самое, хочет ли он быть героем вот этого поста, чтобы о нём описывали. Потому что когда ты просто рассказываешь ситуацию, которая произошла на улице, и там кто-то тебя удивил, этот кто-то, ну, чужой человек. А рассказать, как бы, о каких-то друзьях, близких, семье, ну, как бы, не считаю нужным. Ну, в какой-то степени неуважения в границах. Ну, да. Но, с другой стороны, это, наверное, когда вот там оба типа блогера, как вот у топовых блогеров, часто и вторая половинка становится блогером, и в случае каких-то конфликтов это прям там рост подписчиков и так далее. У одного, у второго. Ну, в смысле, они обсуждают там свою точку зрения. Ну, мне тоже это сложно представить в семейной жизни, хотя, может, они даже договорились. И не было конфликта, а просто это же тоже пиар-ход. Это, мне кажется, очень сложно морально. Это потом называется всем нужно обратиться к психотерапевтам и психологам, потому что пережить такое, ну, когда просто твоя жизнь уже полностью переместилась, ну, фокус важности, он уже смещён. Ну, конечно, тут есть плюсы, что у тебя растёт аудитория, но, с другой стороны, получается, что ты интересен только когда ты вот в таком пике драматизма, а по сути своей ты не особо-то интересен. То есть, когда идёт, как все бурные какие-то вещи, даже которые показывают по новостям, они актуальны там, ну, неделю это обсуждают, потом все забыли, а человек с этим живёт. Ну, как бы, а тут, получается, ты постоянно должен этим конфликтом подпитывать людей, потому что они пришли на конфликт, они уже всё поняли, ушли. Вот. И, то есть, тут надо постоянно-постоянно, и, ну, как бы, мне кажется, это чревато не только даже отношениями в семье, между парой, а и вообще каким-то состоянием человека внутренним. Ну, не знаю, если честно, как я не живу. Мне сложно представить. Либо настолько, ну, есть какое-то либо безразличие, либо же к ситуации, либо настолько не углубляются, я не знаю даже. Ну, я бы так, наверное, не смогла. Я бы не хотела, чтобы мой муж был блогером. Ну, как-то, не знаю. Мне нравится, что он занимается чем-то таким более серьёзным. А, кстати, он смотрит твой... А у тебя нет наушникова? То, видишь, когда я говорю, ты слышишь, что эхо у тебя в телефоне. Я как бы дважды говорю. Только сейчас давай мы чуть-чуть помолчим, потому что я выйду в коридор, чтобы не разбудить фильм. Всё. Заберу. Всё, можем говорить. Вот я хотела о твоём мужа спросить ещё. Он смотрит все твои сторис, посты, читает? Вот сейчас я удивлена, что он даже пришёл на эфир, хотя он там будет длиться как минимум полчаса. То есть это показывает именно такое уважение к твоему блогу, опять же. И это вот одноразовая акция, сегодняшний эфир? Или он прям всё смотрит за всем следит, что ты пишешь, там, комментирует, допустим? Нет, он всё смотрит. Всё смотрит. Он в Инстаграме не подписан, в принципе, практически ни на кого из блогеров, кроме тех блогеров, которых он знает, вот с кем я дружу, к примеру. Алло? Алло. Ты что-то начала пропадать. Уже нормально. Нормально. Да, нормально. И ещё всякие там группы по типу, ну, не знаю, группировка и тому подобное. Поэтому сказать, что он много времени проводит в Инстаграме. Нет, но именно если и в Инстаграме, он всё смотрит, что связано со мной. Там, все сторис. Иногда он смотрит их уже там, когда вот они прям уже слететь должны, потому что времени не было посмотреть. И я иногда спрашиваю, ты что, не смотрел мои сторис? Прям чуть ли не могу не обидеться на так шутку. Ну, там, если есть возможность, смотрят посты и очень часто смотрят, что пишут. Потому что, ну, как бы им интересно. И если вдруг, там, вот сейчас как-то поутихли как-то страсти, не знаю. Никто не... Так много негатива у меня было что-то в прошлом году. Активно я начала участвовать в каких-то гивах и приходила новая аудитория. Они меня ещё хорошо не знали и как-то накидывались на некоторые посты. И он тогда был готов и ответить. И я всегда прошу, не надо, это, ну, моя аудитория, как бы, я лояльна, как бы, каждый может выразиться. А ему некоторые вещи, как бы, типа, в смысле, они там, все-таки не обижают. Вот. Ну, это просто там поддерживает общение, потому что кто-то что-то интересное написал, может ответить. Так что, да, вот сейчас на эфире. Я помню, мы на ютюбе когда-то с мужем снимали видео вот после ещё родов лет пять назад, наверное. У меня сначала было о чём молчат мамы, оно хорошо поднялось, я сама там была в кадре. И потом я подумала, нужно снять о чём молчат папы, ну, соответственно, с мужем. И там мы подняли тему секса после родов, и там начали писать, ну, что-то, ну, что, типа, там, дискомфорт, есть или нет, и так далее, как вот мужчины там, что хотят. И там столько комментариев пошло, и на хейтерских. И муж там, ну, я ему как-то об этом сказала, заикнулась, он зашёл, он там начал все грубо прям отвечать, и там такой батл прям пошёл, что это видео поднялось на одной из самых рейтинговых, только за счёт комментариев, мне кажется, потому что, ну, по сути, в самом видео там просто именно прицепились к каким-то формулировкам, ну, и раздули. А так ничего такого прям аж не было. Ну, тоже было прикольно. Ну, муж такой более как-то, ну, не то, что вспыльчивый, ну, вот я не могу там ничего такого грубого сказать, а он может, и как это нужно им ответить. И, наверное, это... Ну, это же все мужчины, наверное, такие. Вот. Ага, вот ещё хотела поговорить и насчёт контента текстового, вроде обсудили, а насчёт фотографии. У тебя очень такая гармоничная лента в пастельных тонах, всё так подобрано красиво, никаких лишних цветов. Это... Ты сама покупаешь гардероб всем? Ну, как бы, у вас реально нет в гардеробе таких, каких-то вырвих глаз цветов. Ну, и как мужу, допустим, если вы гуляете, он может одевать всё, что угодно, ну, из своего пастельного гардероба, или ты говоришь, ты вот это одеваешь сегодня, дети, ну, дети, ладно, там, дети это. Как? Боже, мне даже неудобно сказать, но... Да, ну, мы как бы одеваемся, в принципе, изначально уже подбираем всё так, что оно неброское и какое-то там сильное, сочетаемое, без лишних принтов изначально, но когда мы идём куда-то, мне даже не только из-за фото, мне комфортно, когда мы все ну, как бы в одном выдержанном каком-то стиле. Даже не фэмили лук, а вот стиль. Ну, допустим, типа, если я говорю, я сегодня хочу одеть платье, потому что там место будет красивое, либо мероприятие, которое там допускает именно такой внешний вид. ну, и потом... А он, например, там доставил какие-то шорты и уже какую-то футболку. Я говорю, слушай, я там платье хотела одеть и босоножки. Ну, и он уже понимает, что я как бы намекаю, что, наверное, ему надо не футболку, а поло одеть. Ну, как бы... Ну, в принципе, там никогда из-за этого конфликтов не было, что я попрошу одеть что-то, чтобы... Ну, это больше даже не из-за фото, а чтобы, ну, как-то гармонировать между собой. Ну, просто у меня эстет, мне даже мне в парах это очень режет глаз. Ну, я понимаю, как хочет, если к этому окей, но когда там мужчина типа в спортивном костюме, в трениках, а девушка там идет вся такая типа красивая, оделась, ну, мне как-то так странно вроде бы смотрится, ну, не знаю. Поэтому мы стараемся одеваться и похоже. И дети так же самое. Если там Теша там одета в платьичке, то и мы все как-то так тоже похожи. Ну, то есть нет такого. Ну, и потом если... А если это фото будет, мы знаем, что мы поедем фотографироваться, то тоже стараюсь, чтобы потом мне нравились фотографии, потому что вообще залог любого, я считаю, красивого фото это образы на них. Потому что бывает, вот смотришь, как бы и фотограф классный, и закат красивый, и место классное, но все так одеты странно, что фотка, ну, она не получается вот такой вот инстаграммной, красивой, гармонирующей, потому что там и клетка, там полоска, там пальмы, и оно, в общем, там розовое, оранжевое, в общем, все. Катастрофа. Поэтому мы стараемся одеваться как бы гармонии. Ну, частично и для фото тоже. Прикольно. То есть тема, когда, типа, мне так нравится и не хочешь, иди сама. Это не то. Не, не, нормально, нормально, но даже вот мы собираемся на море, мой муж не любит собирать чемоданы, он это доверяет мне. Во-первых, он не успевает, потому что он впритык на работе, потом приезжаем, короче, упаковываемся и уезжаем. Каждый раз прошу давай за день брать отпуск до вылета или до выезда, потому что там сложно собраться, то, в общем, каждый раз окей, а потом не окей. И в итоге я просто вот даже хотела написать пост, там у меня спрашивали, как собраться вот в путешествие. Я там написала один пост, как собрать детей. Я думаю, блин, надо еще написать вообще, как собираюсь я по-честному. Как мужа собрать. Не как мужа, а просто, ну, типа, это все я написала, как собраться нормальным людям, а есть еще, как собраться блогеру, потому что я собираю сразу луками, что мы будем одевать каждый день. Ну, то есть, я продумываю сразу, мы семь дней, и каждый день кто в чем будет одет. И даже, если вдруг, например, Федя вымажет футболку, какая футболка туда подойдет. Ну, то есть, да, вот так, все сложно. И если там, я знаю, в эти дни будем фоткаться, то еще там, ну, дополнительно складывай, что будет вечером для фото. И так вот, луками все собирается изначально. И как ты потом говоришь мужу, вот это тебе на понедельник, это на вторник, или как? Ну, у него есть свободный момент днем и на пляж. Там можно одевать что угодно, там не фоткаемся. А если выезжаем вечером, то... Мне очень нравится, будет круто смотреться. Он мне доверяет, окей, одел, и он говорит, слушай, классно, я бы не посмотрел на эти там бельветовые штаны. А потом, а потом он их затаскивает, так что я говорю, пожалуйста, уже не носите бельветовые штаны, хотя сначала не хотел их одевать. Ну, типа там, как я буду такое носить? Игорь вон пишет, Анютик, ты такая смешная, если мы будем фоткаться в три точки, ну, потому что, как бы, если надо убрать. А вы фоткайтесь всегда, планируете, или из-за того, что вы всегда, как бы, в форме, потому что все хорошо одеты, ты можешь и спонтанно сделать кадры там где-то? Не, ну, если мы на выходных уже куда-то едем, то мы обязательно и сфоткаемся, ну, как-то... Поэтому, ну, да, планирую. Ну, это тоже как-то нормально, но я понимаю, что, может быть, для обычных людей звучит, типа, странно, но оно не выглядит так, что, ну, насильно, там, прям вот, все, мы едем фоткаться, мы едем в зоопарк, мы проводим там время, и, ну, то есть, когда ты уже на опыте, ты просто встал, я говорю, слушай, тут красиво возле ламы будет, мы встали, три фотки сделали, все, я посмотрела, ну, класс, ну, как бы, и мы пошли дальше, но зато мы уже были красиво одеты изначально, и не надо будет приезжать специально в зоопарк сфоткаться возле ламы, то есть, как бы, планы вместе с луками и тому подобное, ну, то есть, оно как-то органично, ну, там, бывает, что там, если это какая-то реклама, да, вот тут, как бы, бывает, что там, я говорю, мне надо там позарез, вот именно так, именно туда, и мы там именно специально тянем, все, всех и все едем туда, чтобы отнять какую-то рекламу, но если это обычные выходные либо отпуск, то, ну, едем вот запускать, мы же и змеи, например, запускали в железном порту и веселились, и в это время мы смогли и пофоткаться, то есть, совместили приятное с полезным. А, кстати, когда вы где-то фоткаетесь вместе, допустим, там, в зоопарк, ты говоришь, ты берешь с собой штатив или прохожих просишь, или... Либо штатив, либо, например, едем там... Ну, мы часто же проводим время с моими родителями, мы часто едем там, к примеру, с мамой, с моей сестрой, с папой, либо же с нашими друзьями, просим их сфоткать. Ну, вот тоже момент всем на заметку, как сделать классный кадр, когда человек в руках, вернее, когда отдаешь свой телефон человеку, который не умеет фоткать. В общем, надо выстроить, ну, вот полностью, например, вся семья осталась. Я говорю, вот я хочу, например, возле этого жирафа. Мы подошли к жирафу, встали возле него, Игорь там, с детьми, они уже встали, я попросила девушку, они уже стоят на месте, я прям навожу телефон, я брала, беру в руки телефон, говорю, вот прямо отсюда, только кнопку нажмите, и все. И я подбегаю, она фоткает, и у меня сразу та фотография, которую я хочу. То есть не так, что типа сфоткайте нас, потом пока всех еще собрали, пока мы встали, девушка вот так вот как-то пофоткала, и все, уже дети не готовы. Ну, то, что вообще на фотографию с детьми есть там три минуты, то есть если ты за эти три минуты не сделала ее, то все, они уже потом разбегаются, всем потом напряг, поэтому лучше сразу вот все встали, давайте я хочу вот такой вот кадр, окей, сфоткали, девушка та довольная, что сделала хороший кадр, никто ее не мучал переделать, и я счастлива, что все уже готово, можно отдыхать. И стараемся сделать сразу это, потому что если откладывать, например, приехали, да ладно, потом сфоткаемся, потом или истерика у ребенка, или замазались, уже хотим домой, все, лучше приехали, сфоткались, и на расслабоне уже наслаживаемся жизнью. То есть в системе. Дело, говоря, смело. Именно. Да, кстати, есть еще такое приложение, и оно в одно из приложений, которые можно скачать в шапке у меня в профиле, там приложение для удобной обработки фото и видео для Инстаграма, называется Shine, не слышала? Это когда оно передает картинку с одного телефона на другой, вот специально для тех ситуаций, когда нужно, чтобы кто-то другой сфотографировал, но там есть нюансы, оно такое, почему-то идея, мне кажется, очень прикольная, но оно как-то не до конца доработанное, в плане, что оно фоткает прямо через приложение, как вот там Инстаграм, сторис, и получается плохое качество. То есть как вот мы практиковали, это просто вот навести камеру, когда ты видишь на этом телефоне, потом выйти, в том же положении телефона, выйти, зайти в камеру просто телефона обычную, и в нем сфоткать. Но в любом случае очень удобно, что можно прям видеть экран чужого телефона и там самостоятельно подвинуться, куда надо. Ну вот в железном порту мы фоткались семейные, у нас были пару на штатив, я брала штатив, потом вот мы встретили Аню Гришко, она нас сфоткала, потому что вот даже при том, что мы ездили парами с Машей и семьей, это сразу четверо детей, и если мы, например, все вместе уже выходили, очень было сложно сделать какие-то семейные кадры вместе. Да, можно было там уйти и там пофоткать друг друга, пока там мужья смотрят, но именно, например, собрать Машину семью и типа отодвинуть в этот момент моих, потому что они прилипают к ним сразу же там или бегают там. Ну то есть это действительно было сложно, легче было уже отдельно выехать, сделать фотку, погулять или встретиться, либо же там пока они гуляют по набережной, мы подошли к морю. Но именно вот когда толпа, это тоже достаточно сложно. Да, согласна. Хотя казалось бы, вроде бы, как все на опыте. Поехала с блогера, велел фоток. Дети, они начинают баловаться, там, отвлекаться, догонялки играть. Либо там Маша хочет там со своими сфоткаться и с Тешей строится тоже. Ну, классно, что они запасили нормально вместе. Ну, я думаю, в принципе, мы уже осветили все темы, которые можно было про семейный блог. Напомню, чтобы переходили к тебе, подписывались и следили за такой вдохновляющей, милой, красивой лентой. И в сторису очень мне нравится, ну, ваш такой вот непринужденный стиль, типа, как жизнь обычная. И вот это, ну, искренность, раз, который ты снимаешь. Вот, так что переходите. И напомню, что у меня здесь инсташкола, кто-то от Ани пришел с необычным способом подачи информации в формате инфотеймента. Это когда и развлечение интертеймента, и информация. Вот кто, кто, в общем, зайдет и посчитает посты. Интересная очень подача. Ну, как бы, не просто скучно в теории там написано, что вот руководство к действию, а с такими интересными формулировками читаешь, как будто бы какой-то там, не знаю, неправильно, надо сказать, роман или комикс, но какая-то своя вот интересная такая подача, что вроде бы как и про Инстаграм читаешь, а вроде и отдыхаешь в тот момент тоже. Ну, прикольно, что придумала именно вот в таком ракурсе подавать вроде бы как сухую информацию, ну, как действовать и жить, выживать в Инстаграме. Спасибо. Я, кстати, вот над концепцией дольше даже, ну, думала, чем над самой информацией, саму я там давно преподаю, в принципе, знаю, а вот именно как так подать, чтобы отличаться от других инсташкол, причем еще, знаешь, на карантине, когда я ее открыла, ну, 50% блогеров начали вести курсы про Инстаграм, и хотя у меня эта идея вроде как давно была, я думаю, блин, ну почему именно сейчас? Ну, понимаешь, а я ни один курс такой не прошла и даже не читала такие блоги. Ну, я сейчас уже как бы чувствую своей профессиональной необходимостью отслеживать это все, чтобы там, ну, я свой хочу скоро записать, чтобы понимать, что где, что нужно, чего не хватает и так далее. Вот, ну да, еще через день у нас эфиры с блогерами по разным аспектам блогинга и подбирая вот именно гостей, которые эксперты в этой тематике, вот как ты семейный блог. Да, а потом я вижу, ты загружаешь в GTV и уже как бы, ну, этот эфир постоянно получается доступен тоже, потому что я в прошлый раз проводила эфирский расстав, и многие, ну, вот как и сейчас, очень мало сейчас людей потому что смотрят уже потом. И мне начали писать, и где посмотреть эфир, он не сохранен, все привыкли, что эфир сохраняется, ну, висит как бы в кружочке там, где и сторис, а теперь уже по новым правилам и в Инстаграме, ну, я просто хочу это проговорить, чтобы знали, что если захотите пересмотреть эфир любой какой-либо у людей, вам нужно зайти в профиль человека и там, где видео и GTV будут эти эфиры сохраняться. Вот теперь такая система, а не 24 часа там, где сторис. Мало кто из этого знает. Если сохранили этот эфир и GTV, ну, а я делюсь еще и в ленту основную, так как у нас каждый эфир, ну, не просто о жизни мы говорим, она определенная тема, я считаю, что они будут полезны в принципе там и в будущем, не только там ограниченное количество времени, и некоторые просто не знают, что эта вкладка IGTV есть. кто-то думает, что нужно установить специально программу. Да, мне так интересно, в этот раз практически нет никаких вопросов. Обычно любой эфир, который бывает, задают какие-то вопросы, и я там не успеваю даже на них отвечать, это просто все слушают. Я раньше постила окошко с вопросами, чтобы задавали вопросы заранее до эфира, а так, мне кажется, мы просто настолько интересно рассказываем, что не хотят перебивать на полюсу. Да, ну, просто здесь у нас тема четкая, и мне кажется, твои ответы были и так интересными. да, мне кажется, ну, залог, вот если так подытожить, ну, чтобы семья, в принципе, принимала участие в Инстаграме, первое, ну, как бы они должны понимать, что для вас это важно. то есть, не обязательно, мне кажется, должно быть какие-то уже сразу доходы, и ты должен там, типа, предоставить эквитанцию, вот смотри, я столько зарабатываю, поэтому, как бы для меня это важно. Нет, ну, то есть, мне это интересно, мне это важно, в любом деле, там, начиная заниматься косметологией либо чем-то другим, не сразу у тебя есть какие-то денежные, и не только деньги мотивируют это делать, то есть, ну, обосновать, ты в этом чувствуешь свою реализацию, нужность, интересность, ну, можешь так, хочешь так жить. Второе, мне кажется, что нужно, если ты хочешь вести семейный Инстаграм, ну, чтобы все члены семьи на это готовы были подписаться, ну, потому что насильно это не получится, ну, если ваш муж не хочет, если он против, чтобы вы показывали детей, если вся ваша семья, говорит, что вас сглазит, ну, как бы, наверное, надо найти какую-то другую тему, ну, вот действительно, это все будет потом делаться через не могу, через истерики, через какие-то недопонимания, вы будете думать, что вы на своем месте, и, ну, и оно сразу, то есть, возможно, там найти себя в бьюти, найти себя в фэшн, не знаю, ну, как бы, вот, это важный очень момент, ну, то есть, невозможно начать вести семейный Инстаграм, когда все не хотят этого, даже после того, как вы обосновали, ну, потому что все равно у них есть свое видение и желание там участвовать, ну, и, во-вторых, ну, даже при том, что, может, это не нравится в какой-то степени, может, и не очень хочется, ну, есть момент, что, ну, окей, и вас, наверное, сильно любят, и тоже готовы, как бы, это принять и простить, и, окей, как бы, давай, давай пробуй, там, ну, потому что тоже, вот, в какой-то степени, там, из-за того, что, там, муж меня любит, там, семья меня любит, они, вот, ну, хорошо, как бы, давай, а потом уже они привыкли, ну, как бы, и, ну, вот, вот этот, мне кажется, еще второй пункт очень важный, потому что я не раз встречала, и даже среди наших блогеров, и среди других, что, ну, не хотят семья, они хочет муж, а вот она хочет, потому что, как бы, это самая такая интересная тема, всем интересно посмотреть, ну, и плюс и семейный блог, это же вот не означает, что это дом 2, ну, то есть, смотришь на каких-то там больших блогеров, и думаешь, что нужно именно так, можно по-своему, там, я знаю, очень многие даже, как-то ведут семейные блоги, при том, что дети у них все время спиной, либо же, как-то там, они их не очень показывают, но, тем не менее, очень много открывают семейных тем, ну, как бы, тут своя будет аудитория, кто-то подпишется на ваши мысли, а не о том, как вы показываете детей, вот, поэтому, вот такие, мне кажется, важные три пункта, которые помогут вести именно семейный инстаграм. Есть, кстати, даже блогер, я помню, не забыла, как имя, который вообще себя ни разу не показывал, и, ну, и вот эта интрига и привлекает, и все там ждут, когда где-то его там в зеркале, или как-то с глюкозой в свое время, да, когда я помню, все смотрели эти видео, думали, ну, кто же там прячется там за этой девушкой, а потом, фоп, и вот эта интрига была раскрыта, так и тут. Я просто помню эти ощущения, вот в детстве, когда смотришь, думаешь, ну, кто это, кто это, а потом такие, а, вот, кто это. Можно даже вот так как-то, ну, интересно подать, чтобы это стало даже своей фишкой, хотя я согласна, что когда, вот, допустим, ну, там, здесь можно, снимать здесь нельзя, и знаешь, вот эти вот ограничения, ты, и ты уже каждый раз думаешь, а здесь можно, а здесь, ну, как бы, это лишняя, ну, лишний фон, который препятствует, ну, постоянное ему присутствие в сторис, например. Вот, поэтому так, конечно, удобно, но, ну, если все согласны, но если не согласны, то надо придумать свой вариант. да, если ты чувствуешь, что хочешь, то, ну, какой может быть твой вариант, в чем еще может быть интересность для людей у тебя, кроме того, что там ты показываешь мужа или еще у кого-то есть. Ну, хотя я до сих пор, ну, не понимаю, там, почему многие не хотят показывать детей, ну, в плане, ну, вот в чем именно. Вот сейчас очень много каких-то там умных детей началось, что там это нарушает там границы, еще что-то, еще что-то, ну, нарушают, я считаю, границы те, которые изначально уже нарушены, ну, то есть, когда показывают тех же там голых детей, когда показывают бесконечно там у ребенка там истерика, еще что-то, ну, то есть, когда постоянно включена камера, вот, да, ну, либо там манипуляция ребенком, там, реально заработок только на ребенке, вот, когда вот тянут на все эти кастинги, тянут везде, вот, тогда, да, но если просто это в естественном каким-то, я все-таки надеюсь, что в мире больше добрых людей, которые смотрят, умиляются, радуются и думают, ой, у меня такой ребенок милый, как бы, и у меня так умеет, ну, то, что не всем хватает этого общения, у них у всех есть подружки с такими же детками, это, я надеюсь, что больше это все-таки добрые какие-то взгляды, нежели там, потому что мне никогда, например, не писали что-то плохое о моих детях, слава богу, ну, не было такого хейтерства в отношении детей, это всегда было, наоборот, что-то хорошее, поэтому, возможно, у меня нет такого страха, вот, у меня, кстати, тоже не писали, ну, я как-то ребенка намного меньше показываю, чем ты, но вот даже на ютюбе, когда, хотя первый год, я, по-моему, его не показывала, тоже из-за всяких вот этих, забубонных, но, мне кажется, лучше вообще не показывать, чем, знаешь, клеить вот эти там, масочки, типа там, каких-то смайлики на лицо, ну, это такое, лучше уже там со спины сфоткать, если уже, не получается положить его. ну, до Кристины показывать, но это даже было просто, вот, мне со Стэшей не хотелось показывать, там были ножки, она была спинкой, как бы, ну, как-то, вот просто самой не хотелось делиться этим вселенским счастьем, вот, чтобы кто-то ее видел, потому что мне казалось, что она, ну, настолько милая, такая красивая, и вот, не дай бог, кто-то скажет, что что-то в ней не так, это прям, ну, я этого не переживу, и мне не хотелось ее никому показывать, даже от счастья своим некоторым подругам я не сразу выслала ее фотографии, ну, не буду никому показывать, буду обсуждать еще моего ребенка, ну, с Федей уже как-то попустила, я, в принципе, тоже до первой месяца не показывала, прям лицо, или так сдали, в расфокусе, как бы, ну, кто сильно хотел, мог рассмотреть, но, как бы, не акцентировала внимание, не сразу крупным планом. Такой был договор с мужем, я его выдержала, Кристины прошли, я говорю, могу публиковать, можешь публиковать, все. Вот так. А как, кстати, тебе удалось, я так понимаю, ты уже была блогером, не показывать, что ты беременная, аж там практически до родов. Ну, потому что тогда не было сториз, тогда не было сториз, но вот они только появились как раз осенью, а я в декабре рожала Сешку, это первое, а во-вторых, блог тогда основывался на раскладках, на красивых фотографиях, там, Киев, еда, красивые места, ну, и там периодами раз в 15 фотографий моё лицо. И, в принципе, там даже, где я была, то с тортиком прикрыла живот, то с сумкой прикрыла живот, и, в принципе, как бы, ну, было непонятно. Когда уже был очень большой живот, я, если честно, практически даже по сцене добавляла никакие. Мне было очень сложно наклоняться, сфоткать, и так чуть-чуть, что-то успевала сфоткать, что-то сфоткала. Ну, поэтому, тогда просто немножко по-другому было. Лента была в хронологии, а не из-за того, что там ты много поискал, поэтому ты впереди. Тебя много лайкали, поэтому ты впереди. Ленты. А так добавила, например, во вторник, во вторник меня и показали. Не добавила в пятницу, но и нет. Ну, то есть в субботу добавила, опять есть. Потом, когда появилось это аранжирование, то уже как бы правила поменялись. Могла себе позволить тогда не показывать. Я, кстати, тоже не выставляла себя беременной, пока не родила, но выставляла вот там покруче, или как-то вот, как ты говоришь, зачем-то. И в определенный момент, видимо, когда у меня уже живот прям такой был большой, что это было видно тоже на моем лице, я так опухла. Я помню на фейсбук, какой-то мужчина, ну, у меня там было много подписчиков, потому что, короче, я типа как занималась такой общественной работой всякой. И мужчина спросил, не беременна ли я. Я в шоке была просто. Ну, типа никто там из моих друзей, некоторые друзья даже там не заметили разницы. А вот мужчина заметил. Ну, видимо, это уже как-то видно становится по лицу. Иногда кажется, что мне мужчина пишет, ну, такие какие-то тоже странные там штуки, типа, ой, у тебя классная улыбка, но только там, или классный Федя, или все что-то, блин, мужчина-мужина. А потом оказывается, что просто очень часто жены сидят, с аккаунтов мужей. Потому что потом, когда там дело доходит до, я хочу там купить какой-то костюмчик Феде, и я понимаю, что я общалась все это время, ну, это не мужчина комментировала, просто его аккаунт, там, как-то, allxp, писала мне какая-то Марина. Ну, это вообще классика. Очень часто такое об этом. Не факт, что то был мужчина, как я заподозривший. Возможно. Но все это время я удивлялась тому мужчине. Ладно, Аня, спасибо за черт. И тебе спасибо. Он почти час уже скоро оборвется. Да, спасибо, что поучаствовала. Переходите к Ане, подписывайтесь, переходите ко мне, подписывайтесь, да. И спасибо за такую интересную информацию. Хорошего дня тебе. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok